Кировский завод Лепси примет участие в постройке нового самолета. К 2019 году производство самолета на базе пассажирского Ил-114 развернется на предприятиях Приволжского федерального округа. Основную базу разместят в Нижнем Новгороде. А вот Кировский завод будет производить 36 деталей для обновленного Ила. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Освещение за 117 миллионов рублей. На трассе Вятка появятся новые фонари. Об этом сегодня сообщили в правительстве области. Деньги на освещение дороги выделили из федерального бюджета, но часть этих средств еще направят и на строительство здания налоговой службы в Кирове. Установка же самих фонарей начнется уже в следующем году на трассе в Котельниче. Протяженность участка около 7,5 километров. Напомним, трасса Вятка федерального значения. Она связывает Чебоксары, Йошкар-Алу, Киров и Сыктывкар. В Кировской области снижается уровень безработицы, сообщает Кировстад. Сейчас в регионе трудоустроено почти 650 тысяч человек. Это каждый второй житель. По сравнению с прошлым годом, эта цифра больше на 4% за счет работающих пенсионеров. Каждый седьмой кировчанин готов взяться за подработку. Параллельно в своем твиттере опрос проводил глава региона Никита Белых. По его результатам выяснилось, что большинство кировчан работают не по специальности. В субботу в Кирове пройдет ярмарка выходного дня. Жители города смогут приобрести продукцию предприятий области. Ассортимент традиционно представлен народными промыслами, продуктами питания, одеждой и обувью. Ярмарка будет проходить у областной филармонии с 9 до 13 часов. Добавляю. Продолжение следует. Продолжение следует...